иммануэл бог с нами я знаю что у бога есть задание для меня для чего я вышел я сейчас спрашиваю бога что я буду делать пока я этого не знаю господь сейчас сказал продолжайте я здесь господь я жду назначения зрители всего мира я верю что бог имеет определение для вас потому что тогда вы сможете принять но прежде вам надо быть определенным скажите я был определен на исцеление на освобождение на спасение на преуспевание я был определен спасибо иисус это первостепенно послание постепенно приходит я буду говорить вам по мере его получения итак вот о чем я буду говорить сегодня к чему вам надо подготовиться бог дал вам возможность благословлять других снаружи так много нищеты ваш ближний страдает так много нищеты бедность это эпидемия так много разных лишений это болезнь сегодняшнего времени сегодняшняя болезнь это бедность люди стараются хоть как то прокормиться мы не должны неправильно пользоваться своим преимуществом оно было дано вам чтобы благословлять других вы были посланы в мир чтобы благословлять людей и не допускайте мысли что вы сами не получите благословение вы узнаете что значат слова счастливого нового года потому что пока вы говорите так будто это просто слова но счастливый новый год должен быть на самом деле таким должно быть новое начало я просил бога поговорить о сокровище в церкви а он сказал что это церковное сокровище это нуждающиеся давайте прочтем евангелие от марка 12 главу 41 стих и сел иисус против сокровищницы и смотрел как народ кладет деньги в сокровищницу многие богатые клали много придя же одна бедная вдова положила две лепты что составляет кадрант подозвав учеников своих иисус сказал им истинно говорю вам что это бедная вдова положила больше всех клавших сокровищницу ибо все клали от избытка своего а она от скудости своей положила все что имела все пропитание свое я назову это назначением от бога это назначение от бога для вас сегодня мы думаем что можем отдавать только от избытка но спросите бедную вдову и она скажет вам что каждый может что-нибудь дать большой или малый каждый имеет то что он может отдать в малом или во многом каждый из нас имеет что дать иисуса очень сильно интересует именно малое ему важны незначительные вещи скажи это соседу для него очень важна ваша копейка вот почему он знает сколько у вас волос на голове и ни одна малая птица не падает без его ведома довольно просто отдать то от чего зависит наша жизнь то что мы ценим больше всего с малой частью а не с большой когда вы даете не от избытка это значит что для вас это уже много и это привлекает божье внимание вот хороший пример у вас есть всего пять долларов все что вы отдадите от этих пяти долларов это много для вас и привлечет божье внимание чем если бы вы отдали от миллиона долларов когда у вас миллион долларов вы не поймете что значит отдавать много от имения если вы не знаете насколько вы нуждаётесь в боге в малом вы не сможете понять насколько вы нуждаетесь в нём в больших вопросах Вы не осознаете, насколько сильно вы нуждаетесь в Боге, чтобы присесть. Когда вы садитесь, вы думаете, что вы можете сделать это и без Бога. Это проблема всех нас сегодня. Когда вы хотите присесть, вы просто садитесь. Ни один здесь не может встать и сказать мне, что перед тем, как присесть, он полагался на Божью силу. Вы думаете, что вы сами можете это сделать. Если вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге в незначительных вещах, вы не узнаете, как сильно вы нуждаетесь в Нем в важных вопросах. Если вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге, чтобы смеяться, то вы не узнаете, как сильно вы нуждаетесь в Нем, чтобы спастись от бедствий. Он не нужен вам, чтобы сесть, чтобы встать, засмеяться, пойти. Вы ходите сами по себе. Но когда приходят беды, вы говорите, «Бог, Ты нужен мне! Боже, исцели меня! Благослови меня!» Бог постоянно испытывает нас в незначительных вещах. Если вы не благословляете других тем малым благословением, данным вам Богом, то большее никогда не придет. Если вы не стремитесь почтить Бога тем малым благословением, которое у вас есть, большее никогда не придет. Потому что если вы не почитаете его в малом, вы не будете знать, как почтить его в великих вещах. Я снова возвращаюсь к тому, что это просто отдать Богу наше лучшее время, когда мы никто. точно так же легче отдать то, от чего зависит наша жизнь, то, что мы ценим больше всего, когда мы никто, чем когда мы что-то из себя представляем. Если будучи тем, кем вы являетесь сегодня, вы не можете отдать ваше лучшее время, то, от чего зависит ваша жизнь и то, что вы цените больше всего, то тогда время, когда вы займете лучшее положение и сможете отдавать самое лучшее, может никогда и не наступить. Это то, о чем говорил Иисус, приводя в пример бедную вдову. Она отдала все, от чего зависело, и привлекла Божье внимание. Вы помните реакцию богатого юноши, когда вопрос касался продажи всего его имения? Он даже не знал, с чего начать. Если вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге, чтобы говорить, идти, улыбнуться, то у вас всегда будет определенное время для молитвы, потому что вы думаете, что вам не нужен Бог, чтобы идти. А остановка в молитве – это остановка в вере. Остановка в вере – это разрыв с Богом. Когда вы знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге, вы будете, как написано в Библии, молиться во всякое время, непрестанно молиться. Когда вы знаете, что вам нужен Бог, чтобы идти, чтобы одеться, у вас не будет назначенного времени для молитвы. Непрестанная молитва. Молитва во всякое время. Ваша жизнь, ваш успех, ваше счастье, ваш прогресс зависят от вашего желания помогать другим. Ваш прогресс в жизни, ваше счастье и радость зависят от вашего искреннего желания помогать другим. Помогать бедным и нуждающимся. Как много вы помогаете бедным, такой у вас и прогресс. Скажи это соседу. Аминь. 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 Итак, если вы говорите, что у вас чего-то мало, слишком мало, чтобы делиться, от чего можно отдать, то тогда большее может никогда и не прийти. Бога очень сильно заботит ваше малое, незначительные вещи. Скажи это соседу. Еще раз. Вот почему он наблюдал за бедной вдовой, а не за богатыми. Его очень волнуют незначительные вещи. То, как вы распоряжаетесь своим малым имуществом, своим небольшими деньгами, для него это имеет большое значение, потому что большее может никогда и не прийти. Легче поделиться малым, чем большим. Вы говорите, я так мало имею того или этого. Это послание от Бога для вас. мы не призываем нести деньги в сокровищницу. Нет. Но чтобы у вас был мир, вам надо заботиться об окружающих. ваша жизнь зависит от желания помогать. Ваша радость и счастье зависит от желания благословлять других. Бог придаёт большое значение маленьким вещам, маленькому имению, маленькой сумме денег. когда у вас есть только немного денег на хлеб насущный, на еду и на заботу о семье. Ему важно это малое, то, как вы распоряжаетесь этим, потому что большее может никогда не прийти. вот почему некоторые люди только беднеют и беднеют, продолжая только жаловаться на то, что у них мало денег. Они жалуются на бедность и становятся ещё беднее и беднее. И это надражается на их детях, так что они вынуждены отдавать их на усыновление или ещё куда-то. Рабство по-прежнему существует по причине бедности. Скажи это соседу. У меня есть это малое, то, что было мне дано. То малое, что было вам дано, Бог обращает на это очень большое внимание. Почему Бога так волнует это малое? Потому что большее может никогда не прийти. Вот почему. А чтобы большее пришло, вы должны быть готовы делиться этим, помочь нуждающимся. Если вы говорите, что бедны, то есть кто-то ещё беднее. всегда всегда есть те, кому хуже, чем вам. Вы согласны? Если вы говорите, что очень бедны, то стоит вам оглянуться, и вы увидите того, кто ещё беднее. всегда есть кто-то, кто нуждается в том, что у вас есть. Итак, Бога всегда это заботит. Он хочет, чтобы вы росли. Каждое новое утро вы должны возрастать. каждый день вы должны вы поведеть. Поэтому он очень внимателен тому, как вы распоряжаетесь своим малым доходом. Ведь большее может никогда не прийти. Если вы помогаете, то всегда будет тот, кто помогает вам. Чем больше помогаете вы, тем больше помогают вам. Чем больше вы помогаете тому, кто нуждается в вас, тем больше будет тех, кто помогает вам. Но если вы остаетесь бездейственным, отказываясь помогать, то тот, кто может помочь вам, тоже будет задерживаться. То, что вы ищете, то, что есть у кого-то, то Бог послал для исполнения вашего предназначения. Но этот кто-то ожидает, чтобы вы помогли кому-то, кто нуждается в вашей помощи. Итак, спасибо. Будьте благословенны. это очень важно для вас знать, что кто-то ожидает вашей помощи и поддержки. И также, что кто-то ожидает того, чтобы дать что-то вам. И когда вы поможете другому, вы сами получите помощь. Все это материальное строение. А церковь это вы. Созидайте людей. Идите и созидайте людей, а не здания церквей. Это здание. А настоящая церковь, о которой говорит Библия, это вы. Эта церковь должна созидать вас. И вы можете построить церковь. Мы должны больше говорить о том, как созидать людей. Когда вы сидите в Доме Божьем, слушайте Человека Божьего, который говорит вам, Иисус Господь, и кто-то вам говорит, что не ел сегодня. Это так плохо. Какое послание вы сегодня понесете с собой домой? Кто-нибудь может сказать? У каждого есть то, что он может отдать. Если ты не знаешь, как сильно ты нуждаешься в Боге в малом, ты не сможешь понять, как ты нуждаешься в нем, в больших делах, легко отдавать свое лучшее время, когда ты никто. Бога очень волнуют незначительные вещи, то, как вы распоряжаетесь деньгами, потому что большее может никогда не прийти. Кто бы пришло большее, поделитесь с малым, помогите нуждающимся. спасибо, поаплодируйте ему. Кто-нибудь еще? Бог обращает большое внимание на незначительные вещи. Спасибо. А что вы понимаете под незначительными вещами? Это может быть ваше имение, малое имение, небольшие деньги. Спасибо. Поаплодируйте ему. Почему его так это заботит? Потому что мы должны очень правильно этим распоряжаться. Чтобы это малое стало большим, мы должны быть готовы отдавать от этого малого, как бедная вдова. И это очень легко отдать ценное от малого, что у вас есть. И очень трудно отдать лучшее от многого. Вы помните богатого юношу. Потому что когда у вас много, вы можете отдать только то, что вам не нужно. Если богатый захочет что-то дать, он может дать только то, в чем он не нуждается. А бедный отдает то, от чего зависит его жизнь. если бог хочет вас продвинуть, то он сделает это ради нужд других. Есть два продвижения, божье и бесовское. Иисус говорит, я даю вам не как мир дает. Мир может дать вам деньги и имения. Мир может дать вам продвижение, но не так, как дает его Бог. Бог дает с миром и радостью. Вы благословены, чтобы благословлять других. Если вы не готовы благословлять других, незачем благословлять и вас. Бог знает ваше сердце и знает, что будет потом. Вам принадлежит настоящее, а ему принадлежит будущее. Возьмите ручку и запишите. Это поможет вам. Если Бог знает, что вы не будете жить ради бедных, ради сирот и вдов, больше никогда не придет. Вот почему многие из нас все еще страдают от нищеты. Если вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге в малом, вы не сможете узнать, как сильно вы нуждаетесь в нем большом. Спасибо.